Третий вопрос первой темы. Методология экономической теории. В самом общем смысле методология есть учение о научных методах и принципах познания. Она определяет предмет и объект анализа, цели и способы построения теории, разъясняет выводы и критерии, в соответствии с которыми данная теория оценивается. Следует четко различать основные методологические подходы, как направление экономической методологии и конкретные инструменты, приемы и средства, при помощи которых исследуются те или иные аспекты экономической системы. Наиболее распространенными и существенными методологическими подходами являются нормативный, позитивный, структурный, диалектический и синтетический. Нормативный подход опирается на априорные ценностные постулаты политического, философского или религиозного мировоззрения. Экономическая теория представляется в этом случае продуктом чистого разума, системой логических выводов и серии постулатов, не подлежащих эмпирической проверке. Такой подход отвечает на вопрос, что должно быть, а не есть на самом деле. По причине крайней односторонности, отрыва от реальной действительности, нормативный подход в чистом виде мировой экономической науки не получил всеобщего признания. Позитивный подход опирается на философию позитивизма. Признающий в качестве знания, практику и конкретные науки, которые не нуждаются в собственно методологическом обосновании. Сторонники этого подхода считают неверной и лишенной практической значимости любую теоретическую систему, основанную на нереальных постулатах и неподтверждаемыми фактами хозяйственной жизни. Позитивизм сформировался в первой половине XIX века. И в ходе исторического развития принимал форму неопозитивизма или логического позитивизма, а затем постпозитивизма. Характерными чертами позитивизма являются феноментализм, отражение конкретных факторов как феномена, верификация, непосредственное сведение научных знаний конкретным знаниям, прагматизм, значимость знания в зависимости от узкопрактических последствий. Структурный подход сложился в первой половине XX века. Основное внимание в нем концентрируется на определении структуры системы, ее внутреннего строения, совокупности отношений между элементами. Характерные черты данного подхода – стремление к упорядоченности элемента. Приоритет структуры системы над содержанием ее элементов и над историей. Понимание объективности явления только через его включение в структуру. Исключение из системы всего не структурного. Структурный подход может совмещаться с позитивным, внося в него черты упорядоченности. Поэтому иногда его определяют как разновидность современного позитивизма. Диалектический подход основывается на диалектике, как науке о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Он связан с немецкой классической философией и сформировался в конце 18-го, начале 19-го века. Диалектическому подходу свойственны направленность на выявление глубинных причинно-следственных связей, скрытых на поверхности. И концентрация внимания на процессах развития с позиций законов диалектики, перехода количества в качество и наоборот. Единство и борьбы противоположностей, отрицание, отрицание. Синтетический подход отражает тенденцию преодоления односторонности экономической теории. Его характерной чертой является методологический плюрализм или синтез, взаимосвязь различных методологий. Методология экономической теории определяет не только методические подходы. Она представляет также основные приемы познания экономических явлений и процессов, в совокупности которых принято выделять две группы методов – специфические и универсальные. Специфические методы экономической теории привязаны к той или иной методологии. Нормативный подход опирается на различные виды оценочных суждений, в то время как для позитивного подхода характерно использование инструментализма. Сведение научных понятий к функциям инструментов анализа. Операционализма. Определение научных понятий лишь через описание операций, производимых с данными понятиями. Экспликации. Описание явления посредством использования формальных математических методов и моделей. Ситуационного анализа. Анализ конкретно складывающихся ситуаций. Структурный подход применяет такие локальные методы, как структурно-функциональный анализ, операция на взаимосвязи, содержание элементов структуры и выполняемых ими функций. Принцип иерархичности структур признается наиболее важным за счет субординированности элементов системы. Метод бинарных оппозиций. Использование парных категорий. Метод рекомбинации. Использование разнообразных сочетаний и перегруппировок имеющихся основополагающих элементов системы. Диалектический подход использует два основных метода познания реального мира. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. Способ систематизации понятий в рамках целостной системы. И теоретического воспроизведения целого. А также метод единства логического и исторического. Логическое исследование предмета отражает реальный исторический процесс развития. Для синтетического подхода характерны такие специфические методы, как конвенционализм, основанный на взаимодействии различных научных теорий, соглашениях между исследователями или научными школами. И различные специфические методы анализа при исследовании тех или иных частей экономики. Универсальные методы используются при реализации любой методологии. Они проистекают в основном из формальной логики и могут быть обозначены как формально-логические. К ним относятся анализ, синтез, индукция, абстракция, обобщение и допущение при прочих равных условиях. Методология экономической теории определяет и основные приемы познания. Наиболее плодотворным приемом экономической науки является моделирование, то есть упрощенное отражение экономической действительности в помощи уравнений и графиков, описывающих взаимосвязи разных переменных. Процесс экономического моделирования включает ряд этапов. Первый этап отбор переменных. Экономические переменные используемые в теоретической модели это конкретные величины, имеющие различные значения. Переменные экономической модели условно делятся на эндогенные, внутренние и экзогенные, внешние. Эндогенные переменные непосредственно входят в модель и являются объектом изучения. Экзогенные переменные воздействуют на исследуемые величины, но не являются объектом изучения и не входят непосредственно в создаваемую теоретическую модель. Второй этап определение допущений, которые необходимы для упрощения модели. Допущения позволяют сократить огромное количество внешних факторов, влияющих на исследуемые переменные. Третий этап формулировка одного или нескольких предположений в форме гипотез. Гипотезы являются основным элементом экономического моделирования, который отождествляет стремление объяснить в едином утверждении как связаны между собой эндогенные переменные. Четвертый этап эмпирическая проверка гипотезы, в результате которой она либо отвергается, либо превращается в теорию. Экономические переменные определяют лишь первый шаг в построении модели. На следующем этапе процесса формулируются предположения, составляющие собой проверку гипотез, принимаемых в качестве начальных правил для целей проверки основной гипотезы. Гипотеза это утверждение того, каким именно образом связаны между собой две или более ключевые переменные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok